Культпоход Яна Гловацких, организатор выставки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу давай про возрастное ограничение. Оно вот тут в тексте идёт. Я не спросила, да, до начала программы. Есть возрастное ограничение у выставки? 16+. 16+. Хорошо. Не сомневаясь, сходу выдала Настя. Давайте тогда я вас попрошу, Яна или Настя, расскажите о концепции выставки, когда она открылась, как она родилась вообще, из чего проросла эта ткань. Выставка открылась 16 июня. Основная тема — это непонимание. Мы хотели рассмотреть его с разных сторон. И каждая работа как раз-таки представляет из себя высказывание, что-то, что волнует автора, что для него важно. И чтобы это высказывание было сложнее понять, мы сделали каждой работе барьер, который зритель должен преодолеть, чтобы достичь контакта как раз-таки с работой. Это физический барьер? Да, все барьеры физические, их можно потрогать, их можно передвинуть, с ними можно взаимодействовать. То есть это такое метафорическое непонимание, метафорические преграды. А почему тогда выставка называется дословно? Изначально Яна обратилась к связку с эффективом, чтобы сделать выставку про диалог и про понимание другого человека. Мы подумали, что интересно понять, что каждый человек говорит на своём языке. У нас изначально была идея в дословном переводе, что у каждого своё, ну там, у кого-то визуальный язык, у кого-то аудиальный. А давай мы у Юли пока микрофон, может быть, заберём, и я не ответил. Ой, ой, вот Юля, микрофон как раз лучше не трогать. Да? Да, и потом мы как-то сократились, дословный перевод да просто дословно, и для нас было интересно понять, а насколько мы можем понять другого человека прям досконально. Потому что мы взяли это слово дословно, как понимание другого прям до самого конца. При этом нам было интересно создать вот эти барьеры и препятствия, и сделать их видимыми, материальными. И мы в опенколе спрашивали художников, как вы представляете непонимание, что это для вас? И они нам отправляли там песчаные часы, там песочные часы, это ещё что-то. И мы с этим уже работали, и в каждой работе искали подходящий какой-то барьер или преграду. И были работы, которые сами по себе были барьером. То есть они не наслаивали барьер, а были барьером. Вот, поэтому. То есть правильно ли я понимаю, что высказывание художника на тему непонимания, на тему желания того, чтобы его поняли, но потом выстраивается некий искусственный барьер, но пытаются вам высказать всё-таки о своём непонимании как-то дословно, то есть пересказать прям буквально свои какие-то аффекты. Это я упрощаю так, буквализирую. Это скорее про какую-то важную мысль, которую человек хочет сказать, и ему очень сложно сформулировать это словами. Поэтому художники выбирают какую-то форму, которая им близка. То есть у нас не было задачи говорить художникам о непонимании, скорее про то, что они хотят высказать, и при этом им сложно сказать словами. Вот. И вот эти барьеры, это мы уже настраивали. То есть мы не задавали тему непонимания изначально, это скорее тема выставки самой получалась. Вы как кураторы выстраивали вот эти барьеры, или совместно с художниками делали? Ну, совместно, конечно, с художниками. То есть мы обговаривали этот момент. Не было такого, что художники что-то, ну, как бы дают свою работу, предоставляют на опен-кол, а мы уже там придумываем преграду, и им ничего не говорим, и они приходят и не понимают, где их работа, а где преграды, и что это вообще такое. То есть это всё-таки про совместное. Ну, чтобы не быть такими вот слишком абстрактными, я, наверное, расскажу о примере, да, конкретном. Хорошо. Можно девочек попросить. Давай, давай, давай. Я просто сразу хотела рассказать об одном объекте и сразу задать вопрос. Там есть такой арт-объект, он представляет из себя ограждения, вот какими обычно у нас загораживают стройки, какие-то вот такие опасные объекты. Подожди, металлические барьеры такие, да? Металлический щит такой. Вот знаешь, такие заборы бывают. Они бывают зелёные, но в данном случае вот на выставке он такой металлический. Из профнастила, да, получается? Забор из профнастила. Это так называется, да? Да, это забор из профнастила. Мы хотели взять кусочек улицы и поместить его в пространство, потому что граффити — это всегда что-то искреннее, что-то настоящее. То есть никто не будет на граффити писать что-то, что ему не близко. Поэтому мы выбрали именно такой формат. Мы самостоятельно делали эту часть работы, поскольку на граффити, понятно, рисовала художница. Но мы прямо в пространстве колотили вот этот передвижной забор. Подождите, вы это, девочки, вот принесли лист профнастила. Очень интересно, что я курировала это дистанционно, и Яна уже, по моим словам, пыталась это всё собрать. Ну, ты, надеюсь, не одна из этого. Нет, мне помогал друг, мы делали это с ним вдвоём. Там есть маленькая коморочка, можно так сказать, на выставке, и мы делали всё это там. Из подручных материалов писали, спрашивали, у кого есть какие инструменты, чтобы всё это смастерить. Мы сделали это за два дня, поскольку художница приезжала сюда на неделю, и нужно было как можно быстрее всё закончить, чтобы она успела нарисовать. Ну, раз уж мы говорим о языках, то, мне кажется, вот сейчас нам нужно заняться некой системой переводов от визуального какого-то материального объекта, поскольку у нас радио, нам нужно перевести всё-таки в какую-то словесную форму. В картинку, в картинку. Словесную форму. Нарисовать картинку. Да, нарисовать словами. То есть это щит, который на колёсиках, то есть можно представить, что в городе эти вещи всегда стационарные, наоборот, они сделаны таким образом, чтобы никто их не сдвинул, а здесь он катается туда-сюда по пространству, и на нём, да, на нём изображение, на нём граффити, это такая рекурсия одного и того же изображения плачущего, кричащего ребёнка, и это такое очень эффективное, с одной стороны, какая-то вызывающая очень сильные эмоции, какая-то визуальная составляющая, но здесь есть возможность развернуть этот, получается, арт-объект, повернуть его какой-то другой стороной, и здесь есть вот именно какая-то активность такая зрительская, когда можно подойти с любой стороны, можно захотеть, если увидеть, рассмотреть, прочувствовать это, не захотеть, уйти от этой боли, уйти с другой стороны, вот. Да, классно. Но это была первая работа в пространстве, мы не уточнили, что работы появляются постепенно, некоторые ещё появятся. И сколько вообще участников? Ну, всего будет участников девять, вот, ещё несколько работ доедет, по почте ещё доедет ваза керамическая, вот, так что мы ещё ждём, у нас половина участников живёт не в Кирове, но они как-то связаны с Кировом, вот, и поэтому это либо художники приезжали на два дня, чтобы нарисовать картину, как это вышло с Никитой Лучининым, либо вот эта работа граффитистки Ани, она тоже была в Кирове, вот, ненадолго, и мы её поймали, успели. Это про щит, про который мы говорим? Про щит, да. Как зовут художницу? Давайте таким называемым. А, фамилия? Она вообще, она просила не упомянуть её, потому что граффитисты, они не подписывают свои работы, и здесь тоже есть... Как Бэнксит. Да, анонимность. Таинственно. Ну да. Хорошо, у нас вот сейчас Юлия Нушайт сидит, которая просила не называть тебя художницей, но мне всё-таки хочется назвать тебя художником, художницей, потому что твоя работа уже вторая, да, такая, как раз тоже в субъективе была полгода назад, наверное, первая работа твоя представлена, поэтому как бы ты ни возражала, ты всё-таки для меня художница. Расскажи про свою работу, как она называется, в чём тоже концепция, и, ну, не знаю, если хочешь, я могу рассказать примерно, или если тебе самой несложно, ну, вот в материальном таком воплощении перевести вот это визуальное, материальное, сейчас описать словами. Да, работа называется «Агония», и я когда увидела open call, что объявлен, при том, что... Давайте расскажем, что это такое, переведём на русский язык, что такое open call? Ну, это открытый конкурс. То есть открытый вход для участников. Да, это открытый вход для художников, да, они отправляют заявки, отправляют свои работы. Да, и Настя совершенно точно сказала, что тема непонимания не была заявлена, но она как бы просвечивала, плюс дословно я поняла, что это какая-то выставка, в которой мне хочется, наверное, принять участие, при том, что я в основном имею дело всегда, ну, по своей, по жизни со словом, и тут, значит, какая-то была длительная пауза, когда я понимаю, что я ничего не могу писать своего, как бы и нет такого желания, нет такого потребности, такая внутренняя тишина, и это было одно из первых каких-то культурных событий, в котором захотелось действительно принять участие, и концепция вот этой работы «Агония», она рождалась, ну, как-то постепенно. Во-первых, мне всегда легче думается, когда я уезжаю за пределы города, как только пересекаешь границу Кировской области, сразу дышится легче и как-то думается. И в Питере, когда мы были с театром Наспасской на фестивале «Радуга», я отправила заявку на OpenCall, и идея, она как бы, то есть я ее описала, концепцию, что бы я хотела, но она в процессе дорождалась, потому что изначально я думала, что это будут белые листы бумаги по количеству букв алфавита, а четвертого формата. В итоге это третий формат, это черный фон, и, в общем, я поместила туда текст Тургенева о языке, и в каждой следующей работе я вычитала одну букву последовательно от «А» до «Я», и было интересно проследить, как быстро рассыпается этот текст, сколько букв надо, чтобы мы перестали его понимать. И этот процесс, визуализированный процесс распада языка, он мне тоже, и мы очень удачно, когда Саней монтировали, он занял довольно, ну, как бы, третий формат. А третий формат — это два альбомных листочка, если сложить их там, да, рядышком, это вот один такой лист от третьего формата. Мне кажется, она очень классно, по моим ощущениям, вписалась в пространство. Там ещё дополнительно, вот помимо этой стены, на которой размещен текст, распадающийся на полу, примерно, вот, получается, в том же, как бы, визуальном продолжении лежат раскрытые книги. То есть я у Юли спрашивала, я думала, что эти книги не случайны, они как-то смыслово соответствуют этому тексту, но Юля сказала, что это довольно рандомный какой-то выбор, и там, ну, порядка, наверное, 30 книг раскрытых, но эффект в том, что, когда ты приходишь, ты уже, ну, это эффект галереи, да, эффект пространства современного искусства, ты начинаешь искать какие-то дополнительные смыслы, даже если автор их не закладывал, и ты вот в этих текстах, в этих раскрытых страницах начинаешь искать какие-то дополнительные коннотации. И я помню, пришла, когда на выставку позавчера, я дошла до книги, а там ещё они расположены таким образом, что есть пространство, мимо, на которое ты можешь наступать, можешь доходить. А, то есть можно ходить мимо, да? Да, 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 можно подойти. Я прошла до самой дальней книги, и там был открыт текст про баллады, и там был текст про реку Смородину. Я буквально там два или три часа назад перед этим читала у Пропа про вот эту огненную реку, где там дракон располагается, я думаю, боже мой, ну, вот эти вот эти прекрасные совпадения, когда ты настраиваешься вот на эту атмосферу. Именно совпадения всё-таки, то есть они не раскрыты на определённых страницах, да? Нет, нет, они раскрыты. Нам было важно не сам текст, не вспых, а ощущение раскрытой книги. Сможешь ты на неё наступить, переступить, да? И то, что как бы это в том числе как бы немножко расширяет. Мы тоже не сразу придумали, когда обсуждали... Как это сделать? Как сделать? Какое препятствие может быть, да? Идея родилась тоже не сразу, и нам было ощущение... Это как бы расширяет в сторону культуры, её значимости сегодня, да? Её функции сегодня. И можем ли мы переступить через культуру? Можем ли мы, ну, как бы перечеркнуть, закрыть, наступить или не можем? Да, это вот в том числе про это. И поэтому сама книга как объект нам была важнее, чем... Чем содержание даже, да? При этом, да, вот вроде бы рандомно мы открывали это, но я тоже вот когда переходила, мой взгляд всё равно падал на какие-то... Можно просто его передвигать к себе. Да, хорошо. Мой взгляд всё равно падал на какие-то, ну, для меня важные вещи. И это была тоже интересная такая иллюзия. Да, я прошу прощения, подождите, там книги какого размера лежат? То есть они небольшие, они же разные, да? Разного формата, да. Просто, ну, вот сверху же не прочитаешь, что в книге, наверное, написано, то есть и в руки надо взять. Надо присесть. Немножко присесть, либо, да, у самого входа ещё видны книги. Ну, всё равно какие-то есть заголовки, когда перест... Ну, они тоже видны, стоя тоже. Вот. То есть помимо вот этого визуального ряда, у тебя есть такой кинестетический, да, то есть тактильный, то есть ты прикасаешься, перелистываешь эти странички. Я вот обязательно всем советую тоже обязательно, если текст зацепил сразу же, посмотреть обложку, кто автор. Это сразу же... А то есть книгу можно взять, посмотреть, да? Положить обратно. Ну, у нас нет запретов, то есть не висит объявление, да, что бабушки не сидят, которые гоняют стихи. Не наступать, не трогать, не читать, не делать ничего. На самом деле у Юли, конечно, очень мощная работа для меня именно оказалась, то есть заявленная тема, распад языка. Это тема, которая обсуждается в последнее время публичными интеллектуалами довольно мощно, и она меня очень мощно, конечно, трагерит. Я потом у Юли, конечно, конкретизировала, потому что для меня распад языка — это какое-то такое коллективное бурление, которое сейчас возникает, обсуждение. На самом деле меня вот это сильно бесит, потому что распада языка как такового в принципе быть не может. Языков миллион. Языков описания мира у нас достаточно много. Язык — это, ну, определенный посредник между нами и миром, да, то есть их может быть, ну, как вот какие-то априорно заданные формы, он не может разрушиться. Может разрушиться речь, может разрушиться возможность высказывания. И вот как раз об этом работа Юли. Я вспоминала сразу, конечно, изначально это, то есть рождение травмостадис, когда Фрейд исследовал посттравматический синдром, и откуда они появились, вот эти стадис-мэмористадис, травмостадис, потому что у людей, переживших травму, не было возможности, не было речи, не было языка для того, чтобы говорить об этом. То есть симптомы очень сильно были похожи, но потом вот эти его наблюдения, его заметки, они, конечно, у исследователей, у Хальбокса, Яны Алейда Асмана, они потом перешли как раз вот в это направление. Вот сейчас было такое погружение в философию. Это не философия, это стадис. Это стадис. Всего лишь стадис. Тут всё просто. Они не претендует на научность, они как раз занимаются исследованием, в том числе и художественными исследованиями. Вот. И эта работа Юли, мне как раз кажется, очень сильно резонирует со всеми этими направлениями. Она очень такая, прости, болезненная оказалась. Вот. Давайте сейчас перейдём, наверное, к Насте на работе, потому что Настя у нас сегодня не только как куратор, но и во второй ипостаси, да, как художница присутствует. Расскажи, пожалуйста, про свою работу. Она такая нежная, она такая великолепная, она ещё такая тактильная, господи. Можно трогать? Я в восторге, да. Расскажи сама, как ты работала. У меня представлен фотопроект про переезд и про, ну, не знаю, поиск дома, можно так сказать. И это коллажные фотографии, ну, то есть две совмещённые рядом фотографии и накрытая, как это назвать? Пузырчатой плёнкой. Да, пузырчатой плёнкой. Пузырчатой, я пупырчатой называю. Или пупырчатой. Которой можно пальцами продавливать, она хлопает. Да, именно так. И обычно в такую плёнку заворачивают что-то хрупкое при переезде. Вот. И, в принципе, это можно больше ничего уже не говорить, как будто бы. Так, подождите, вот то, что изображено на этом фотоколлаже, его не видно, получается, если плёнка закрыта, да? Чисто там внутри. Видно, да, но детально очень сложно понять что-то. Ну, то есть можно представить очертания, примерно, что происходит, но вот какие-то детали, тонкости, капельки, ещё что-то, этого не видно. А плёнку нельзя отгибать? Конечно, можно отгибать, можно туда проникнуть, в эту плёнку. Можно попротыкать вот эти. А фотографии? Фотографии это чьи фотографии? Ну, это мои фотографии, я их делала за неделю до переезда из своей квартиры, в которой жила два года. И я как бы понимала, что я переезжаю непонятно ещё куда. Ну, то есть у меня вот был такой очень нестабильное такое состояние, когда я лишаюсь какого-то временного дома и не понимаю, какой дом будет следующим. Вот, и это во многом про, ну да, про поиск вообще и себя, и того, где мне хорошо, и где мне комфортно, и что мне дальше делать. В общем, это какой-то такой рефлексия и поиск такой. Ну, вот опять же, возвращаясь к вопросу о преградах, да, разного вида каких-то символизирующих непонимания, здесь вот эта плёнка, мне кажется, выступает. Есть ещё похожая работа, точнее, не похожая, а резонирующая с твоей, там с противоположной стены висит тоже некий текст, некое изображение, которое закрыто таким, такой полупрозрачной тканью, на ткани красным цветом написано. Где-то там, где гуляет твоя рука, прячутся рёбра мои, сосчитаешь легко, обнаружив, что их не одно, на одно ровно больше твоих. Это чья работа? Это как... Яна, да? Расскажи. Это работа Татьяны Скворцовой, прямая отсылка к Лилит, первой, можно сказать, возлюбленной Адама, которая оказалась сильнее его и покинула его, и после этого только Бог создал Еву как существо покорное, которое как раз-таки осталось с Адамом. Это работа больше про какую-то борьбу, про неудобные взаимоотношения, про терпение, которое не должно существовать. Поэтому на работе изображена обнажённая Димонесса. Это сама художница, только, понятно, немного изменённая. А, я вот не видела как раз, что же там за изображение, потому что ткань довольно плотная. Я не стала отодвигать, мне не хотелось разрушать это очарование, вот это непонимание. Вот, хорошо, что ты рассказала сейчас. Ну, это одна из последних работ, которая у нас появилась. В принципе, она довольно простая для понимания, если немножко углубиться. То есть в каждую работу на выставке всё равно нужно немного погрузиться. И тут такие библейские мотивы, которые более или менее знакомы всем. То есть в детстве многим родители читали Библию или что-то рассказывали, но про Лилит знают не все. В основном все знают Адам и Ева. А Лилит — это как что-то запретное, что-то, что как бы есть, но лучше про это не говорить, потому что вот она такая дерзкая, возмутилась, там покинула своего возлюбленного. То есть это работа... Такая сякая сбежала из дворца. Это работа, протест против как раз-таки вот этого смирения, что терпи, потом будет лучше, терпи, всё наладится. То есть такая борьба. Расскажите ещё про работу там довольно... То есть у нас их три сейчас. Мы пока про три. Про четыре проговорили ещё, про барьер поговорили, про барьер. Да, там ещё такая инсталляция. Вот, я так понимаю, она тоже недавно появилась. На нитях развешаны различные какие-то ленточки, связанные детские вещи. Там какой-то маленький чепчик, какая-то небольшая кофточка. Что это? Чья это работа и о чём она тоже? Это работа Маши Зергиной. Она довольно юная участница. Она отправляла на open-call коллаж из разных материалов. То есть там вырезки из газет, какие-то фотографии, ленточки. Вот. И сама Маша занимается очень много чем. То есть она шьёт, перешивает одежду, занимается созданием бумаги из переработанной бумаги. Она очень экологичная. И у неё сейчас такой период, когда она не понимает, где ей развиваться, куда ей себя подать. Вот. И её работа пока ещё не вывешена в пространстве. И это скорее какой-то путь и создание самого этого барьера и пути к тому, чтобы повесить эту работу или не повесить. То есть мы поговорили с Машей и обсудили, что она может и не вешать эту работу. То есть вся эта подготовка, она может быть таким процессом для неё, когда она задаёт вопросы и пытается понять. То есть для неё это такая медитация. Она периодически приходит, что-то довязывает, что-то убирает, перекрепляет. И для неё вот такой какой-то путь. Она задаёт себе вопросы и пытается себя как-то найти. Мне кажется, обязательно оставить, потому что у меня первая ассоциация была с «Ловец снов». Это вот такая вот плетеплетённая штучка. И как раз с вашей концепцией она очень хорошо так совпадает. Так, следующая работа. Я прошу прощения, у нас не очень много времени, поэтому хочется про все немного рассказать. Я не знаю, к сожалению, как зовут автора, но это такая довольно большая работа условная. Полотно, картина, где изображены, ну, всем знакомые вятские свистульки, и есть такая подпись «Вятская свистунья», вот эти дыдымковские игрушки раскрашены. Но они довольно миниатюрные. Большую часть полотна занимают такие изображения, ну, не мунковские, но такие довольно жуткие, страшные, ужасные такие. Изображения демонические создания. Ну, отсылающие, может быть, к антропоморфным каким-то, да, всё-таки, существам, но немножечко такие инопланетные, недосформировавшиеся или уже распавшиеся, чёрные. Ну, вот они доминируют, конечно, на полотне, и в контрасте с ними вот эти вот яркие свистульки, дыдымковские, раскрашенные, такие бодрые, весёлые. И есть, конечно, очень классная работа, потому что мы как раз года два назад, я, по-моему, рассказывала, делали перформансы Рой Брежней Димы Ефремовым в Оврагах, вот как раз в Раздерихинском Овраге, где происходила вот эта бойня, и где там, ну, по легенде погибло более тысячи человек. Своя своих не познашь, а там и дальше по теклу. Да, и у нас была концепция того, что, ну, вот под асфальтом у меня пляж, да, то здесь мы воспринимаем эту зону как прогулочную зону, как зона, впоследствии ставшая, трансформировавшаяся в детский праздник, там, вязкая свистунья, на самом деле, изначально имевший смысл праздник поминовения мёртвых, да, и там вот эти вот, ну, существующие или нет действительно погребённые там наши предки вот в этом месте, переродившиеся в какую-то такую праздничную, улыбочную, может быть, историю. Вот, про это ли эта работа? Тебе кажется, что это про это, да? Я хочу спросить, я считала это, мне хочется узнать у Класса. Да? 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 Ой, я молодец. Но при этом автор просил не писать текста никакого дополнительного... Там же есть вятская свистунья. Да, ну, у него есть название, но при этом вот, да. А, это название, да? Не писать описаний никаких. Вот. И у этой работы ещё в процессе создания барьера, он ещё будет, ну, вот как раз к 17-му числу, когда мы будем отмечать все работы в пространстве, и там будет висеть пиньята в виде птицы, которая будет как раз закрывать всю вот эту массу и как-то перекрывать её. Круто. Так, так, микрофона категорически не хватает. Очень важно ещё назвать автора этой работы. Да, да, да. Автор работы Никита Лучинин, он жил в Кирове, и когда закончил школу, переехал в Петербург. Вот. Но он очень бережно относится к вятке, каждый год приезжает, очень ценит своё место, какого-то, ну, родное место, поэтому и для него и проект тоже был важен, и участие важно. Вот. Мы очень рады, что он приехал, рисовал у нас в пространстве эту картину и уехал. Юля, почему ты сказала, что очень важно называть автора? Ты как-то знакома работала? Нет, я не знакома, мне просто кажется, что это одна из сильнейших работ по, ну, как бы, субъективным ощущениям, да, то есть если мы говорим про понимание, непонимание, когда я пришла монтировать свою работу, Никита как раз сидел и работал над своей картиной, и уже тогда, когда она была ещё, ну, как бы, не дописана, было очень сильное эмоциональное, интеллектуальное какое-то ощущение от работы, потому что мне кажется, что это действительно одна из, ну, как бы, центральных, очень мощных каких-то высказываний на тему выставки получилось. Да, это правда. А у тебя какая была интерпретация работы? Она отличается от того, что я говорила, Настя? Ну, как бы, всё равно, мы же каждый воспринимаем всё через свой контекст, и для меня вот эти лубочные, яркие фигурки, да, они всё-таки действительно, они на периферии работы находятся, и мы не можем не обратить на них внимание, ощущение, ну, вот, ощущение какого-то мунковского ужаса, которое в сегодняшнем дне присутствует, так или иначе, для меня оно было самым важным. Хорошо. Настя, ты упомянула про какую-то вечеринку в воскресенье, давай мы, может быть, анонсируем её, и вы расскажете, что это будет, во сколько, когда, кому, можно туда приходить, и можно ли? Расскажите. Подождите, а можно я спрошу всё-таки, вот мы рассказали, по-моему, про шесть работ, да, ещё ведь есть седьмая работа, а мы успеем, хорошо, и потом ещё ведь какие-то две работы должны доехать, как я понимаю, да? По поводу вечеринки, 17-го числа мы будем отмечать как раз все работы в пространстве, и с 7 часов будет экскурсия по выставке, а с 9-ти такая лёгкая вечеринка, и у нас будет музыка, и можно приходить. И разговоры. Да, музыка и разговоры. Кто из музыкантов будет? Будет Рома Цепелев и Полина Белобородова, она, Джейка, не знаю, что ещё про неё сказать, художница, она, возможно, тоже поучаствует в этой выставке, потому что, когда она зашла, она сказала, что, ох, у меня, кажется, есть работа для этой выставки, поэтому, возможно, она будет ставить музыку и повесить ещё и работу. То есть это не воспрещается, да? А слушайте, а если сейчас какой-то человек захочет прийти и принести какую-то свою работу, вы готовы будете её разместить, или уже нет, уже всё? Ну, желательно это обсудить перед тем, как повесить, конечно же. Чем просто пришёл, так оставил на двери. Да, ну, вообще, у нас открыт open call до сих пор, поэтому... Так что, Аня, поторопись, выставка до 20 июля, если ты что-то нарисуешь, а не обязательно умеете. Вот мы ещё, если успеем, расскажем про Юлин перформанс, где, то есть, результат этого перформанса, того, что было на нём сделано, может быть, тоже выставка потом как-то преобразуется, и там не было ни одного художника, мы сидели, писали определённые слова. Вот, давайте, сколько успеем ещё до рекламы, сколько у нас осталось? Полторы минуты у нас есть. Полторы минуты, может быть, про одну какую-то работу ещё, про Регинину. Давайте. У Регины Погодиной есть тоже такая инсталляция, коллажная, фотографическая работа. О чём она? Регина на open call отправляла что-то... Чуть повлиже. Хорошо. Регина отправляла на open call автопортреты свои на телефон сделанные, и они довольно, ну, там, части её лица, то есть, это нос, глаза в основном, руки, и изначально она отправила эти работы, ничего не писав, просто сказала, что вот мне нужно поделиться вот этим процессом, что как бы у меня был тяжёлый период, и я сейчас делюсь вот снимками. И в процессе обсуждения мы поняли, что это во многом объёмная работа, ну, то есть, это какой-то... Это разные грани её самой, и мы придумали, что это можно сделать в пространстве и сделать объёмным. В итоге фотографии мы вписали в многоугольники, ну, такие математические модели, там, тетраэдры и прочие фигуры, пирамиды, вот, и они висят... Вспоминаем курс геметрии в школе. Да, да, да. И они висят у нас в коридоре, подвешены на леске, и ощущение, что они вообще в воздухе витают. Да, и там большей частью глаза, да. Да, в основном это глаза всё-таки. И ощущение, вот особенно, когда, да, в треугольничке вот этот глаз, и тебя просто вот вот эту мифологию затягивает сразу. Очень такая мистическая, тоже немного магическая работа, тоже немножко жутковатая. К моменту, когда у вас будет вечеринка, уже все работы приедут, уже будет полный набор, что называется. Возрастное ограничение вечеринки. Оно такое же, наверное, да, в выставке? То есть тоже 16+. Да. Всё, убегаем на рекламу, возвращаемся, продолжаем разговор с гостями. Культпоход. Возвращаемся в студию, говорим сегодня о выставке дословно, в творческом пространстве домик. Юлия Анашайта, Анастасия Выстрецова, Яна Гловацких в нашей студии представляют это событие. У меня, слушайте, такой вопрос интересный. Мне, вот, Гульна рассказала, если я верно поняла, до 20 июля работает, да, выставка? Да, было написано. До 20 июля. А у вас работы, только-только вот ещё какая-то часть из них доезжает. Это вот, ну, как бы специально так, то есть вы не стали продлять работу выставки? В этом интерес, что тот, кто захочет увидеть, он обязательно найдёт время и придёт. То есть каждый день, даже не каждый день, чуть-чуть порежь, там, раз в три дня люди должны приходить, чтобы видеть новые работы. Потому что кому это интересно, они всё равно следят за новостями в группе, то есть каждую работу мы выкладываем, и они приходят посмотреть, спрашивают, когда следующее, когда следующее. И таким образом люди всё чаще и чаще приходят, и с каждым днём людей всё больше, которые заглядывают на выставку, чтобы увидеть новые работы. Поэтому мы решили не продлевать выставку, а дать возможность последние три дня людям насладиться работами, которые приехали. Давайте, сколько успеем, ещё, наверное, минут пять, наверное, расскажем об оставшихся работах. А те, которые ещё не приехали, да? Как хотят девушки. Получается. Мы можем рассказать о работе, которая уже вывешена. Это, если я не ошибаюсь, вторая работа. Карина Чернышёвой. Называется «Обратно». Это воспоминания о ушедшем прошлом, тёплые воспоминания о Венеции, о спокойных летних деньках. Это отиски или, проще, отпечатки фотографий, украшенные золотом. Золотой поталью, понятно? Это не настоящее золото, вот выглядит просто как золото. Там местные пейзажи, и их разбавляют статуи с дня крушения Помпеи. То есть смотришь, вроде всё так расслаблено, спокойно, и тут вот эта статуя, и сразу становится понятно, что это не просто воспоминания, это что-то настолько важное для автора, как раз-таки невозвратное. Поэтому название «Обратно», что хочется вернуться обратно, а вернуться обратно нельзя, прошлого уже не вернуть. Да, вот про спокойствие и какое-то мирное ощущение от выставки, надо сказать, что они все развешаны на верёвочке, прицеплены прищепками, как бельё сушащееся. И там даже есть какая-то маечка, изображение на майке нанесено, то есть в виде принта. То есть все на бумаге, все остальные, и одна из них именно отсылает к какому-то такому бытовому, чему-то мирному. А на маечке, изображение на маечке, это вот у меня, например, чёткая такая параллель, это всегда отпуск, потому что ты, когда приезжаешь в любое место, курортно-отдыхательное, там всегда продаются сувениры, обычно есть всегда либо футболки, либо майки с изображением какого-то вот этого вот места, какой-то достопримечательности этого места. Ну, как-то так, я не знаю. А вот эти золотые пластинки, это отсылка, опять же, к вятским народным промыслам, потому что на дымке там из настоящего золота всегда лепят такие небольшие ромбики. Ну что, мы заканчиваем тогда рассказать про выставку, и есть ли что-то вот прямо по ходу ещё? Давайте мы расскажем вообще, как туда попасть, потому что вы же, наверное, не круглосуточно работаете. Да, важно сказать. Мы находимся на Ленина 67, напротив центральной гостиницы, вход со двора, деревянная крылечка, не бойтесь заходить в этот подъезд, всё нормально. Вдоль почтовых ящиков налево левая дверь. Мы работаем с 4 до 8, вот, и, да, 17-го числа приходите на вечеринку. В 19 часов она начинается? Она начинается, ну, экскурсия начинается с 7. Ага, а выставка с 4? Да, выставка с 4 всё так же, да. А экскурсию будете проводить вы, или все художники тоже будут? И по возможности художники ещё кто смогут. Круто. Ну что, переходим к розыгрышу призов. Ну, можем. Ну, можем. Так не хочется, на самом деле. Хочется ещё про выставку, но мы должны, конечно, помнить о наших дорогих слушателях, которые слушают всю программу внимательно, ради того, чтобы в конце выиграть приз. Итак, пригласительный в кинотеатр «Смена» на любой фильме «Сеанс» и в кинотеатр «Дружба». У нас есть, как всегда. И, конечно же, пригласительный в галерею «Прогресса». На выставке, которую я не устаю всем рекламировать, это улица Лагранжа и Александра Родченко. Ограничение по возрасту 0+. Так, и книги от магазина «Читай город» мы сегодня вам предлагаем. «Тресси Шевалье. Тонкая нить. Трогательная история о 38-летней Вайлетт. Её мечте стать счастливой. 16+. И у нас там есть новые книги. Ксения Станиславовна нам принесла. «Вера Богданова. Сезон отравленных плодов». Роман о странной девочке Жене, о жестоких взрослых, о стереотипах любви и непредалимом желании свободы. 18+. «Богатырщина. Русские былины в пересказе Ильи Бояшова. 16+.» Ну и «Сибирь. Счастье за горами. Неизвестные истории неизвестной земли». Составители сборника «Русские писатели» Сергей Шогунов и Роман Сенчин объединили воспоминания, открытия и привязанность к Сибири 18 современных писателей России. 16+. Выбор Ксении Станиславовны очень традиционен. Итак, кто первый вопрос задаст? Кто хочет первый? Настя? Я начать, да. Давайте. Мой вопрос про то, какое название было до того, как мы придумали это название. Ну, догадаться. Или что-то, кажется, я озвучила. Первое – это дословный перевод. Второе – это до слов. И третье – это условности. Условности, дословный перевод, до слов. Слов очень красиво. Три варианта. Почему вы его не оставили? Ну, на самом деле, этот смысл мы вкладывали, он есть в тексте. А, ладно, мы не будем подсказывать. 211-101. Дорогие наши радиослушатели, звоните. Ну, у нас вот сейчас просто… Добрый день, как вас зовут? Алло. Да-да-да, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да, Наталья. А можно ещё раз? Условности, дословный перевод и как ещё? Дослов. Давайте вот дословности. Ещё раз как-то. Условности? Да, условности. Или дословный перевод? Давайте условности. Условности. Да. Это неправильный ответ. Дадим ещё попытку. Тогда дословный перевод. Да, всё верно. Дословный перевод. Ну вот, со второй попытки, Наталья, вам удалось угадать, какой приз вы хотите? А можно книгу? Какую? А вот что-то вы там говорили про девочку Женю. Про девочку Женю – это Вера Богданова «Сезон отравленных плодов». Про девочку Женю книга уходит вам. Так что… Спасибо за звонок. Всего доброго. Передвигаемся дальше. Кто хочет задать следующий вопрос? Яна? Немножко забыла формировку, так что я сейчас вспомню. Юля, тогда Юля. У меня, значит, вопрос. Такой текст, который я поместила на свою работу. Это знаменитый белый стих Тургенева о русском языке. И вопрос заключается в следующем. Назовите четвёртый эпитет, который Тургенев даёт русскому языку. То есть он пишет, что русский язык великий, могучий, правдивый и ещё какой-то. Вот какой? Супер, отличный вопрос. Нас всех в школе мучили, конечно. Да, но никто не помнит, мне кажется. Помнят, в том-то и дело. Да, прошло 20 лет, у меня ребёнку задали учить этот же текст. И мы с ним сидели вместе. Боже, зачем я это помню? Он мне всё рассказывает. 211-101. Сейчас проверим, у кого хорошая память. Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Татьяна. Да, Татьяна. Но мне попросили выключить радио, и я не слышала весь вопрос. Я поняла, что Тургенев что-то говорит о русском языке. Повтори, пожалуйста. Сейчас мы повторим. Повтори, пожалуйста. Да, в своём знаменитом тексте, который все мы учили в школе, Тургенев даёт четыре определения русскому языку. Он говорит, что это язык великий, могучий, правдивый и... И ещё какой-то, надо назвать, четвёртый эпитет. Необъемлющий или какой-то чётко выражающий? Нет. Это неправильный ответ, Татьяна, к сожалению. Ну и вы, кстати говоря, сразу... А можно попробовать ещё? Давайте. Ещё одна попытка. Так, ну, так, прекрасный был. Великий, могучий, правдивый. И всё, Татьяна, хватит. Увы, давайте дадим возможность ещё кому-то, да, попробовать свои силы, освежить свою память. 211-101. Попытайтесь ещё. Я, ну вот, видишь, не все помнят. Я вот не помню, например. Да? Да, не помню. Это, видимо, как синдром Мальвины, потому что, мне кажется, этот текст у меня просто в подкорке. Ну, ты уже столько с ним работала, что он теперь на всю жизнь с тобой... Да, 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 впечатался. 211-101. Ну, что неужели никто из кировчан не помнит Тургенева? Ведь есть Гугл. Да, есть великий Гугл. И даже Яндекс. Ты один мне опором. Поддержкой опоры, да, там, по-моему? Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Вы гуглили, давайте сразу, честно признавайтесь. Ответ свободный. Да. Всё правильно. Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Всё верно. Александр, какой приз вы хотите? Книжку про богатырей. Книжку про богатырей. Илья Бояшов. Богатырщина, пересказ русских былин, 16, плюс уходит Александру. И у нас есть ещё возможность задать ещё один вопрос. 211-101, напоминаю, номер телефона для тех, кто хочет выиграть. Яна. Для чего был проведён отбор работ и сама выставка? Первый вариант. Зафиксировать спектр эмоций и переживаний. Второй вариант. Найти ответы на волнующие вопросы. Третий вариант. Идеи как таковой не было. С подвохом вопрос. Очень с подвохом прямо. 211-101. Давайте, давайте, пробуйте, пробуйте. Ну, мне кажется, тут прямо угадать ведь можно, наверное, да? Особенно учитывая, что мы даём две попытки. Две попытки дать правильный ответ. Добрый день, как вас зовут? Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вам повторить вопрос? Мне нравится. На второй ответ там вы говорили. Ну, вы переведите его своими словами. Передайте. А, ответ, ответ. Вот ответ я слышала слово, да. Ответ, ответ. Как звучал второй вариант? Второй вариант звучал найти ответы на вопрос, на волнующие вопросы. Да, да. Вот это он, да? Это он? Это неверный вариант. А, Светлана, вот так вот. Ну, ладно. Давайте ещё одну попытку, Светлана. Так, ещё, да. Ну, давайте на первый тогда. А первый как звучал? А первый звучал... Ой, забыла. Так. Ну, хотя бы близко, хотя бы смысл передайте. Ну, там что-то... Ну, короче, там всё правильно там было. Так, Светлана. Ну, что будем делать со Светланой? Вы же помните, что это говорили. Мы-то помним. А я просто не запомнила. Мы-то помним, да. Ну, этот выбрала вариант. Давайте тогда ей поможем. И действительно, это первый вариант. Выставка была создана для того, чтобы зафиксировать эмоции и переживания тех, кто творит сейчас. Да-да, вот это я и выбрала. Именно это я и хотела сказать, да, Светлана? Да-да. Куда вас отправить или что вам подарить? А, подарить? Ну, конечно, смена. А, конечно, смена. Хорошо. Смена уходит Светлане. И у нас, на самом деле, остаётся две минуты. Если мы успеем ещё задать вопрос. У меня есть ещё вопрос, если что. Давай, давай. Лучше побольше призов разыграем. Хорошо. В пьесе «Конец игры» мир разрушился настолько, что к нему не прикладываются слова. А руины непознаваемы. И какой бы точно ни была фраза, она не схватывает положение вещей. А назовите, пожалуйста, автора этой пьесы. Пьеса называется «Конец игры». Ну, мы же тут с Юлей немножко театральны, поэтому я не могла, думая о языке, о словах, о неком разрушении, не вспомнить эту пьесу. Мы будем подсказывать, кто автор? Ну, приблизительно хотя бы там это российский, нероссийский. Это нероссийский автор. Нероссийский автор, так. Это автор, который сейчас очень-очень актуален. Ещё легче, так. Я не помню, в театре на Спаске ставили его, нет? Не было, по-моему. Нет, 211-101. Ну, давайте, давайте. А гуглить-то хоть можно, нет? Да, конечно, можно, да. Александр ведь нам так и не ответил на вопрос, он всё-таки загуглил текст Тургенева или помнит его. А это было очень любопытно. Ну, могу сюжет подсказать. Ну, давай немножечко. Да, словами перебрасывается Хам, укрытый старой простынёй, и Клов, у которого красное лицо. Бесцветными голосами они шелестят друг другу о прошедшем. Хам просит Клова принести ему два велосипедных колеса. Клов бросает. Велосипедных колёс больше не осталось. Разговор, начавшийся с конкретной просьбы, затухает на том, что велосипеда у Клова вообще никогда не было и нечего об этом говорить. Что-то, в явленности, чего говорящие не сомневались, оказалось несуществующим и несущественным. Всё. Так, точку мы ставим. А есть ли у нас желающие ответить на этот вопрос? Кто автор пьесы «Конец игры»? 211-101. У нас остаётся 6 секунд до конца эфира. Не успели, не успели. И никто пресс не заберёт. Мы заберём, наверное, его сами. Заберём сами. Есть. Давайте очень быстро. Тогда давайте ваш ответ, и мы... Алло. Завершим. Добрый день. Здравствуйте. Да. Мне кажется, последнее оказалось несущественным. Нет. Простите, пожалуйста, Валентина. Мы автора спрашивали, да. К сожалению, время наше заканчивается. Знаете, что вас сегодня плохо слышно, между прочим. Спасибо. Спасибо, но мы спрашивали автора, да. Спасибо за звонок в любом случае. Прощаюсь. Нам нужно прощаться, к сожалению. Спасибо большое нашим гостям. Приходите, кто ещё не видел выставку, в домик «Вятский субъектив». 16+. 16+. До свидания. Культ Пахвот.